Я сегодня хочу говорить на тему, которая называется «Сила наставничества». Амэн. Приветствую также тех, кто смотрит нас в прямом эфире или в записи будет смотреть. Приветствую всех, кто пришел сюда сегодня для того, чтобы получить что-то от Бога, учиться. Я верю, что мы не хотим быть воскресными христианами, мы хотим быть настоящими детьми Божьими. Но, знаете, без наставничества, если в твоей жизни не будет работать принцип Божий наставничества, то ты будешь воскресным христианином, слабым христианином, поверхностным христианином, на которого нет силы и который не меняется. Мы призваны меняться, мы призваны ходить в силе. Амэн. Мы призваны войти в свое призвание. Но если мы будем просто один раз в неделю приходить на служение, это хорошо, чтобы сохранить свое спасение. Но если ты хочешь быть настоящим, войти в свое призвание, для чего ты был рожден на этой земле, тебе необходимо сегодня понять кое-какие откровения о принципе, о силе, наставничества. Это придумал сам Бог. Почему вот есть две категории христиан, даже в церкви мы наблюдаем. Люди, которые пришли в церковь вроде как, все там, приняли спасение, их душа спаслась. Но потом идут года, года, и мы смотрим, они не меняются. Какие были у них вредные привычки, остаются. Какое было неправильное мышление, мышление поражения, которое им приносит поражение в жизнь, такое и осталось. Какие были какие-то проклятия в их жизни, может быть, еще что-то нехорошее, осталось. Почему? А почему другие люди пришли в церковь, наоборот, они жили в жизни проклятий, там от греха к греху, проблемы, какие-то болезни, вредные привычки, разрушенные взаимоотношения с семьей, с людьми, полностью разбитая жизнь. Они пришли в церковь, они попали в правильную среду. И смотришь через буквально какое-то время, их не узнать уже. Я сколько видел бывших наркоманов, которые вообще пришли в церковь, сегодня никогда не скажешь, что они когда-то были наркоманами. Почему? Почему вот две разные категории есть среди христиан? Потому что одни, они попали, когда попали в церковь, они открылись для наставничества, а другие не открылись для наставничества, и они остались такими же. Да, они получили спасение, но их жизни не изменились. А другие открылись для наставничества, позволили, чтобы наставник пришел в их жизнь и говорил в их жизнь, был рядом с ними, их жизни поменялись. Иисус сказал, давайте прочитаем кое-что, повеление Иисуса церкви, «Великое поручение» от Матфея, 28 глава, 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Во двух стихах Он говорит «идите и учите». Во втором стихе говорит «И учите их соблюдать все, все, что Я предал вам, чему Я научил вас». Иисус не просто говорит «идите и евангелизируйте». Идите, и ваша цель – это чтобы души людей были спасены. Это не цель. Цель, чтобы жизни людей также поменялись. Не только души были спасены, но чтобы эти люди, они стали учениками Христа. Чтобы наставничество начало работать в жизни этих людей, благодаря которому мышление людей изменится. Благодаря которому характеру людей изменится. Благодаря которому они научатся ходить в вере. Они научатся понимать Бога, слышать Бога, научатся молиться, научатся служить и входить в свое призвание. Амэн. Все это возможно через наставничество. И сам Иисус основал наставничество. Он был идеальным примером, как наставник, правда? Он был идеальным примером. Мы можем брать с него пример, как он наставлял, каким наставником он был. Каким наставником он был? Может быть, он был таким big boss, такой, я вот вообще имею власть, этот сын Божий. И он там поручения просто раздавал. Как вот, знаете, мы часто путаем систему лидерства с системой лидерства этого мира. Что в этом миру, где главные такие директора компании, боссы, они там раздают указания, они такие все важные, и все под ними, они вот главные. И часто мы путаем, что в церкви точно так же. Каким был наставником Иисус? Может быть, он там Петру, Петр, давай сгоняй там мне за вкусной едой, иди там то сделай, иди это сделай, давай ноги мне помой, а что-то не грязное. Я же такой учитель, я главный тут, вы мне должны служить. Наоборот, наоборот, Иисус говорит, я пришел сюда не для того, чтобы мне служили, а для того, чтобы я послужил многим. Амэн. Ну как, ты же такой великий, ты такой учитель, ты так много знаешь, ты такой святой. Вот оно, что такое настоящее наставничество. Наставник, если так одним словом, как я лично понимаю, кто такой настоящий духовный наставник? Это тот, кто всегда рядом. Амэн. Иисус был таким наставником. К нему не просто приходили иногда поучиться каким-то мудростям. Он был рядом. Он тот, который жил с учениками, он ел с учениками, он с ними смеялся, он с ними ходил, он с ними служил, они все делали вместе. Он просто свою жизнь отдал для них. Он разделил свою жизнь с ними. И наставник это тот, кто всегда рядом. Вот тот, кто идет просто рядом с тобой. Вот рядом идет. Но мы вообще не идем, мы бежим, как мы говорим. Мы бежим, как на соревнованиях. И наставник это тот, кто бежит рядом. И который говорит, давай, 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 у тебя все получится. Давай, ты можешь еще ускориться, чтобы больше награды получить, чтобы больше пробежать дистанция. И это вдохновляет. Потому что одному невозможно долго бежать. Амэн. И смотрите, что говорит Экклесиаст 4 глава. С 9 стихом. 2 глава. Как говорят, если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь далеко пройти, иди вместе. Амэн. Один далеко не уйдешь. В духовной жизни ты далеко не разовьешься. Многого не достигнешь. Потому что то, о чем я говорю, этот принцип сам Бог придумал для нас, для церкви. Амэн. Иисус разделил свою жизнь с учениками. Приходилось ли ему терпеть учеников? Было ли это легко? Нет, конечно. То есть, нелегко было. Приходилось терпеть учеников. Их характеры. Они были разные. Один был горячий. Другой был, наоборот, какой-то, может быть, ни рыба, ни мясо. Они там что-то постоянно чудили, выдавали. То огнем хотели кого-то спалить. То Иисус вообще за призрака принимают. Короче, много косяков. Иисусу приходилось терпеть, покрывать любовью. Он не просто их там наказывал, ругал. Все, вы там что-то не такие, какие я думал. Уходи прочь. Он видел вообще их мысли. Он видел их грязные мысли. Он видел нехорошие мотивы. И он почему-то все равно был рядом с ними. Он их не оставлял. Он покрывал любовью. Вау. Если глубже просто подумать об этом, это просто что-то невероятное. Какая любовь. Как он смог. И знаете, говорят, что евреи, они такие, ну, ну, как бы упрямые бывают в чем-то. У них бывает характер такой очень, ну. И не всегда легко с ними работать, чтобы они менялись. Иисусу, ну, приходилось терпеть, покрывать любовью. И быть рядом с ними. Спать с ними в одном месте. Есть с ними всегда. Знаете, бывает, когда с какими-то людьми, с мужиками еще, знаешь, 12 мужиков таких. Когда вот постоянно, ну, с ними изо дня в день, изо дня в день, бывает, люди так надоедают. Особенно люди, которые, ну, со сложным характером какие-то. Ну, вот бывает же у вас такое, что когда слишком много с каким-то человеком, ну, или с людьми проводишь время, ну, которое, ну, какие-то своеобразные, они вот просто хочут отдохнуть от них, уйти. Ну, конечно, Иисус иногда отдыхал, на гору уходил пообщаться с отцом своим. Может быть, ему высказали, отец, мне как бы так сложно с ними. Что-то они такие вообще. Вот. Но отец, отец был, ну, таким как бы наставником для Иисуса в тот момент. И он такой, давай у тебя получится. Давай, все будет хорошо. Ты должен верить в них. Ты должен продолжать вкладывать в них свою жизнь. И все будет замечательно. Не останавливайся. И отец его постоянно вдохновлял. Амэн. Аллилуйя. Как здорово, когда отец является твоим, ну, таким первым наставником. Для меня, ну, конечно, мой первый наставник, мой папа, мои родители, которые с детства, и каждый из нас имеет родителей, и с детства они нас наставляют. Это очень важно. Надо ценить своих наставников, своих первых наставников, родителей. Амэн. Амэн. Иисус осознанно взял ответственность за этих мужиков. Осознанно. Он не просто, давайте там что-нибудь, я вас чему-то научу. Нет. Он осознанно на три с половиной года взял за них ответственность. Чтобы их жизни изменились. Чтобы их мышление изменилось. Чтобы они научились принципам Царства Божьего. Чтобы их характер изменился. Чтобы они научились ходить верой. Чтобы они научились любить людей. Амэн. И он делал это три с половиной года. Стали ли они идеальными, прямо совершенными? И сам Иисус, сам Бог, пришедший с небес, работал с ними. Стали ли они через три с половиной года прямо идеальными? Нет. Это не цель наставничества, чтобы люди стали идеальными. Цель наставничества это быть рядом. Для того, чтобы помочь человеку максимально измениться. Если он упадет, поддержать. И когда Иисус, когда у учеников появилась, разорвалась связь с Иисусом. Внезапно пришли воины и забрали Иисуса. Повели Его на судилище. И ученики сразу же так потерялись. Они сразу запутались, что происходит. Они сразу как будто то, чему Иисус их учил, как будто забыли. И Петр, он вообще взял и три раза отрекся от Иисуса. Но перед тем, как Петр отрекся от Иисуса, Иисус его наставлял. Послушайте такие слова от Луки 22-32. «Но я молился о тебе», это он Петру говорит, «чтобы не оскудела вера твоя». Иисус знал, что Петр упадет, он отречется от Иисуса. Его вера просто будет на нуле в тот момент. И он говорит, «я молился о тебе». Вот что, кстати, делает наставник в первую очередь. Он молится. Иисус постоянно молился за своих наставляемых. И тут он говорит Петру, «я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, никогда обратившись, утверди братьев твоих». И тут говорится о том, что и ты, когда восстановишься, в другом переводе написано «восстановишься». Иисус знал, что это, кстати, в тот же день произошло. Потом в тот же день, это была пятница, когда Петр отрекся, Иисус его предупреждает. «Да, у тебя будут падения, я знаю, но ты восстановишься, у тебя все получится. Ты поднимешься, ты не останешься в этой яме. И когда ты поднимешься, ты поднимешь других учеников. Когда ты поднимешься, иди и утверди братьев твоих». Иисус говорит ему, что я постоянно вас как бы держал, ну, в тонусе, был рядом с вами. Теперь есть момент, когда я отхожу от вас, и теперь ваша очередь приходит, чтобы брать ответственность за друг за друга, за других людей. И Петр сначала как бы, ну, не понял. И потом, написано, когда он упал, согрешил, как бы отрекся, он вспомнил эти слова, и он восстановился, он поднялся, он покаялся, и он пошел и утверждал, то есть он наставлял своих братьев. Амэн. И недолго до этого Иисус говорил Петру, что на тебе я основлю, как это, церковь будет основана на тебе, построю церковь. Иисус говорил, что церковь будет построена как бы не то, что прямо на Петре, а именно на людях, на служителях, на наставниках, на наставничестве, на взаимоотношениях с людьми. Церковь – это люди. Амэн. Без наставничества нету церкви. Без взаимоотношений нету церкви. Может быть, просто религиозная организация, еще что-то. Но церковь – это там, где есть наставничество. Там, где мы берем ответственность друг за друга. Так, как взял Иисус ответственность за своих учеников. И так, как Его ученики потом взяли ответственность за других людей. Амэн. Но какие-то важные уроки. Хотя они не стали идеальными, несмотря на то, что 3,5 года Иисус учил учеников, был их наставником. И потом они все равно падали. Но все равно они научились каким-то важным принципам жизни. Амэн. Петр после падения смог подняться. Потому что его мышление уже было сформулировано. Он уже больше стал говорить, как Иисус. Он стал думать, как Иисус. Они стали действовать и поступать, как Иисус. Потому что наставник был рядом с ними. И они, как огурчики, промариновались в этом понимании, в этой любви Иисуса Христа. Хотя перемены в нашей жизни – это процесс всей жизни. Но наставление помогает нам измениться, поменяться в образ Иисуса Христа. Амэн. Конечно, кроме одного, кроме одного, был Иуда, который был закрыт к наставничеству. Знаете, бывают такие люди, как я сегодня говорил уже. В них вкладываешь, вкладываешь, с ними рядом проходишь, идешь, объясняешь, служишь, любишь. А они не меняются. Они остаются такими же. Как думал неправильно, так и продолжает думать. Как поступал неправильно, так продолжает. Какие были вредные привычки или грехи, продолжает. Года проходят, а человек остается такой же. Хотя, кажется, я уже в него всю душу вложил. Что еще можно? Вот есть такие Иуды, которые закрыты для наставничества. Это очень печально, когда такое. Когда люди осознанно закрываются для наставничества. И они не растут, они не меняются. Они продолжают жить в своих грехах и проклятиях. Несмотря на то, что душа может быть и спасена. Но спасение души – это только первый шаг. Это только начало. Амин. Иметь духовного наставника – это привилегия. Амин. Иногда кто-то из молодежи ко мне подходит и говорит, «Я хочу иметь в церкви наставника». И мне так приятно это слышать, потому что я понимаю, человек что-то понял. Он почитал Библию, и он понял силу наставничества. Я считаю, что это человек мудрый, если он так говорит. Который говорит, «Я хочу иметь наставника». Так почему бы не иметь, почему бы этого не хотеть? Человека, который возьмет ответственность за то, чтобы у тебя в жизни было все хорошо. Который осознанно начнет разделять свою жизнь с тобой, свое время отдавать тебе. Свои молитвы возносить за тебя. Чтобы у тебя все было в жизни хорошо. Чтобы ты рос, чтобы ты процветал. Чтобы у тебя все сферы жизни были в гармонии. Почему бы не хотеть иметь такого человека? Почему многие не хотят иметь такого человека? Который тебя будет вдохновлять. Но наставник, конечно, это не тот, кто только вдохновляет постоянно. Кто мотивирует. Это тот, кто говорит правду тебе всегда. Кто скажет правду. Если никто другой, то наставник тебе скажет правду. Которую не всегда приятно слышать. Потому что наставник не только мотивирует, он и корректирует нас. Амэн. И это помогает как раз таки нам избежать наших больших ошибок, падений. Это помогает нам меняться. Амэн. Но многие не хотят этого, чтобы их корректировали. Многие хотят только, чтобы их наставляли. Я видел вообще таких людей гордых. Это гордость. Которые вообще говорят. Мне не нужны никакие наставники. Я уже такой мощный. Духовный. Я духовный. Мне не нужно, чтобы кто-то меня чему-то там учил, наставлял. Это я буду всех учить. И вот, как правило, такие люди, они хотят учить всех. И наставничество это не учить. Наставничество это быть рядом. Это отдавать любовь. Это разделять себя для другого человека. Это поднимать его. Поднимать всегда сложно. Попробуй подними кого-то. Это ты напрягаешься, тебе сложно. Тебе потом мышцы болят. И это и есть, когда ты поднимаешь человека. Это трудно. Это жертва. Но ты ради другого отдаешь себя, свое время, свои ресурсы. А есть люди, которые говорят, я хочу быть как бы наставником. Я хочу просто всех учить. Это, ну, и такой человек не может быть наставником настоящим, потому что он не позволяет, чтобы у него был наставник. У каждого наставника должен быть свой наставник. Потому что ты должен принимать любовь и отдавать. Принимать и отдавать. Принимать и отдавать. Если ты не принимаешь, ты не можешь отдавать. Ты можешь только учить. Ты можешь только загнать человека в какие-то рамки. Ты можешь загнать человека в какой-то контроль. И все. Но наставничество – это отдавать любовь. Настоящую любовь. Безусловную любовь. Амэн, амэн. И Галатам там написано одно место есть. Не будем читать его, но там написано «Делись всяким добром наставляющим тебя». Почему так написано? Потому что апостол Павел хочет сказать «Цени своих наставников». Благословляй своих наставников. Потому что от них зависит твое благополучие. От них зависит твое процветание, твой прорыв, твой успех. Молись за своих наставников. Молись за пастора. За лидеров, которые служат тебе в церкви. Делись всяким добром. Почему бы иногда финансы не посеять своего наставника? Или просто что-то приятное сделать? Это показывает то, что ты ценишь, тот труд, который наставник, Богом поставленный в твою жизнь, приведенный в твою жизнь, что он отдает себя для тебя. Поэтому, ну, просто хочу сказать, что цени своих наставников. Потому что наставничество, иметь наставника, это привилегия. Амэн. Это благословение для жизни. Многие говорят, ну, у меня есть там, я слушаю в интернете проповеди, там вот в Америке, еще где-то мощные служителя. Я вот от них учусь. Ничего ты от них не учишься. Да, можно какие-то там мысли получить, какие-то там откровения и так далее. Но твоя жизнь не будет меняться, если ты просто по интернету слушаешь, но не имеешь общения, не имеешь взаимоотношения. Если нету рядом человека, который осознанно взял ответственность за тебя и который тебя корректирует, который за тебя молится, лично за тебя, который тебя поддерживает, когда ты упадешь. Это такая иллюзия у многих есть, что вот там просто будут слушать кого-то, и этого мне достаточно. Недостаточно. Такие люди не меняются, которые одни просто с интернетом. Бог работает через людей, которые рядом. И может быть, даже это не с таким громким именем человек, не какой-то мега-мега служитель. Может быть, это простой такой, но человек, которого нет, может быть, на сцене и так далее. Но это Богом посланный человек в твою жизнь, чтобы благословить тебя через него, чтобы быть твоим ангелом-наставником. Там есть это библейское слово. Ангел-наставник. И мы об этом почитаем еще сегодня. Поэтому цени того человека, которого Бог приводит в твою жизнь. Амэн. Дух Святой работает через того, кто рядом. Рядом – ключевое слово. Быть рядом. Духовного наставника необходимо признать. Человек, которого Бог посылает в твою жизнь. Неважно, может быть, он не настолько прямо умный, не настолько, может быть, ты умнее его вообще, и даже духовнее его. Вообще не в этом суть. Наставник – это не обязательно тот, который самый умный или умнее, духовнее тебя. Наставник – это тот человек, который берет за тебя ответственность, чтобы быть твоим молитвенником, поддержкой для тебя, всего себя отдать, чтобы поднимать тебя выше и протянуть тебе свою руку, идти рядом с тобою и вместе расти, развиваться. Амэн. Поэтому необходимо признать этого человека и позволить ему говорить в твою жизнь. Амэн. И иметь наставник – это знак смирения перед Богом. Как я говорил уже, гордые люди, они не позволяют, чтобы в их жизни были наставники. Или, например, если они в церкви, они могут сказать, вот, ну, пастырь мой наставник, только и все. А если, например, кто-то из старших лидеров становится наставником для тебя, то нет, я только пастыру подчиняюсь и все. Это, ну, это такое неправильное отношение. Ну, я как пастырь, конечно, являюсь официально, как бы автоматически для всех, как бы таким наставником, да. Но я не могу идти с каждым рядом, потому что меня не хватит. Иисуса только на 12 человек хватило. Хотя у него была большая церковь, там сотни людей, сотни учеников были. Но он был наставником только для 12, потому что он не мог просто, ну, разорваться для всех, быть рядом. Вот мега-проповедники, ой, ну, или как там, проповедники мега-церквей, у них тысячи-тысячи людей, и по всему миру, там, десятки тысяч. Они не могут быть наставниками для тебя, для всех людей. Но Бог послал рядом с тобой быть человеком, человека, который будет рядом с тобой. Амэн. И когда ты осознаешь его, признаешь своим наставником, то это твой знак смирения перед Богом. Амэн. Амэн. И я помню, когда я был еще подростком, я так искал, чтобы у меня был наставник, какой-то духовный отец. Я помню, когда я ездил с Йорма Лаппалайнан, в миссионерские поездки, это финский пастор из Лапландии. Я с ним, ну, и Григорий ездил, потом я больше ездил, как, ну, вдвоем мы с ним ездили, я переводчиком был. Мы там по тюрмам, по деревням ездили в Россию. И я прямо так хотел, чтобы он стал бы моим наставником, моим духовным отцом. Я как бы сам прямо тянулся к нему, потому что я осознавал, что я хочу, чтобы у меня был человек, который бы говорил в мою жизнь. И он был какое-то время, как бы, ну, по моей инициативе, потому что я осознавал свою важность, свою необходимость в этом. И даже когда я был, я помню, день отца, я всегда его так же поздравлял, говорю, поздравляю тебя с днем отца, ты мой духовный отец. И он так прямо удивлялся, да, как бы, ну, окей. Вот. Но это было мое такое желание. Я прямо искал, я нуждался в этом. Я как бы у него, ну, как бы, вытянул, как бы, какие-то вещи для себя сам. Можно так делать? Это правильно, когда ты приходишь. Например, вот как ко мне иногда приходят вот из молодежи, говорят, я хочу, чтобы у меня был наставник в церкви. Это классно. Это говорит о том, что ты мудрый, что ты на правильном пути. Амэн. И наставников надо почитать. Через почтение. Помните, как Елисей почитал Илью? Он был рядом с ним, и он служил ему, как написано, делитесь всяким добром с наставляющим. И потом он через это почтение получил двойное наследие, двойное помазание от Ильи. У Ильи было много учеников. У него была школа пророчества, но только один, который почитал своего наставника, который ходил рядом с ним, который уважал его, он получил то помазание. Он получил двойное помазание. Он получил больше, чем было даже у Ильи. Амэн. Поэтому почитай своего наставника, благословляй его, потому что от этого зависит твой прорыв. Аллилуйя. И наставничество дает безопасность, друзья. Потому что на каждого из нас жизнь претендует сатана. Он претендует на твою жизнь. Он хочет уничтожить твою жизнь. И как только ты становишься уязвимым для него, он приходит и бьет. Я это видел в жизнях много людей. И вы все это знаете прекрасно. И до тех пор, пока у тебя есть наставник, который духовно покрывает тебя. Такая, знаете, духовная пелена. Или не пелена, а как это? Покрывало такое. Оно на тебе. Такое святое покрывало. Когда ты признал наставника в свою жизнь. Почему мы говорим, кстати, важно быть членом церкви, частью церкви? Потому что, когда ты входишь и становишься частью церкви, уже автоматически на твоей жизни как бы вот это покрывало, покровительство. И ты, и сатана уже не может так легко пробраться в твою жизнь. Но когда еще у тебя есть непосредственный наставник, то тогда вообще защита приходит в твою жизнь. Я хочу прочитать пару тут стихов. Для меня это очень мощный пример, вот именно о чем я говорю. Был такой царь Иоас, который воцарился, знаете, сколько ему было? Семь лет. Семь лет ему было, когда он воцарился. У него были родители, ну, негодные, как бы в очах Бога, они творили беззаконие и так далее. Второе, Паралипоминон 24.2. Но, что было с Иоасом? Его звали Иоас. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. Несмотря на то, что у Иоаса были родители, которые творили грех и беззаконие, ужасные вещи, у Иоаса, когда он был маленький, еще семь лет, но он как бы поддался тому, чтобы кто-то наставлял его, кто-то говорил в его жизни, еще он не смог, он еще не был достаточно взрослый и гордый и самодостаточный, чтобы сказать, да мне не нужны ваши советы, ваши священники. А он пришел Иодая и начал ему, он был человек Божий, говорить ему в жизни правильные вещи, наставлять его. И смотрите, во все дни Иодая, во все дни священника, когда священник, наставник, был рядом с царем, Иоас творил угодное в очах Бога. Амэн. Только во дни своего наставника. И то проклятие, которое он нес, там было родовое, такое вообще беззаконие, которое творилось там в этой царской линии, там началось, и вот это родовое проклятие, которое было на вот этой, как бы на этом роду, и через это на весь народ израильский приходило проклятие. Оно остановилось через духовное, правильное наставничество. Вау. И он, там, мы не будем читать это, но с такой ревностью служил Богу. Был храм запустения, разворован, вообще в храме никто не поклонялся Богу. И Иоас, он восстановил храм, он говорит, давайте весь народ, давайте свое золото, серебро отдадим. И все начали с радостью приносить золото, серебро, и они из этого восстановили храм, там построились, привели в порядок, начали левиты поклоняться, там все было круто и классно. И потом, что произошло, почитаем второе Параллель Паминон, 24, с 15 стиха. И состарился Иодай, то есть священник, и насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему тогда, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его, для церкви, то есть, для храма. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. И послушайте внимательно. Тогда царь стал слушаться их. И к чему это привело? Кого ты сегодня слушаешь? И оставили дом Господа Бога отцов своих. И стали служить деревом, посвященным и идолам. Ужас какой! И был гнев Господень на Иуду и на Иерусалим за сию вину их. Просто насколько вы видите этот мощный пример, до тех пор, пока у царя был правильный человек Божий, которого он слушал, было благословение, было процветание. Когда он умер, он позволил кому попало. Хотя у Иодая был сын, тоже муж Божий, человек Божий, священник. И когда умер этот наставник, и он не стал брать этого нового священника себе как наставника духовного, пришли к нему, поклонились, подлизались к нему князи разные, и он стал их, они его подкупили чем-то, они подружились, и он стал их слушать, и это привело его, это увело его от Бога. Сколько сегодня людей уходят от церкви, уходят от Бога, когда они начинают слушать не того, кого нужно, когда они перестают слушать людей Божьих, которые Бог послал им в жизнь, и они начинают слушать разные другие голоса, и что происходит, они начинают поклоняться идолам, просто ужас, какое дерево начинают поклоняться, он потерял духовного отца, покровительство, и стал доступен для бесов, духовное покровительство, духовное наставничество, дает тебе защиту от бесов, от влияния бесов, до тех пор, пока ты признаешь и слушаешь того наставника духовного, которого Бог посылает в твою жизнь, амэн, и знаете потом, что произошло, когда пришел сын Иодая священника, и он говорит, что вы делаете, почему вы поклоняетесь идолам, почему вы дом Господень, церковь опять разорили, и знаете, что, к чему это привело, что сделал царь, он убил его вообще, этого сына священника, убил, настолько извратилось сознание, после того, когда он позволил кому попало говорить, почему я сегодня тоже вижу такую параллель, люди иногда служители, все, потом они перестают слушать наставников, которые Бог им послал, они возгордились как-то, и потом они не просто уходят от Бога из церкви, они становятся врагами церкви, начинают на церковь гнать, и там еще что-то, просто бесы приходят, и они ждут этого момента, когда над нашей жизнью уберется защита, которая приходит через того, что ты часть церкви, и у тебя есть человек, который твой ходатай, который твой ангел-наставник, и смотрите, что Иов говорит, там вообще вся эта глава об этом, но я только маленький кусочек прочитаю, перед этим написано, Иов говорит, если человек, вообще у него судьба идет к смерти, если у него все плохо в жизни, если там, ну, вообще его ожидают только плохие вещи, и Иов 33 из 23 стиха прочитаем, и он говорит, если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление, тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его, и возвращает человеку праведность его, вау, там до этого написано было, что судьба человека вообще разбита, его ожидает только смерть, и все нехорошее, но если в этом, в жизни, или в судьбе этого человека появляется ангел наставник, чтобы показать человеку прямой путь, чтобы скорректировать, чтобы молиться, чтобы говорить ему правду, Слово Божие, чтобы рядом с ним быть, то тогда судьба этого человека меняется, тогда смерть и проклятие отменяются, амэн, тогда радость приходит в жизнь этого человека, юность, она возобновляется, тело начинает быть свежим, даже исцеление приходит через наставление, много людей сегодня получают исцеление, знаете где, не на больших служениях, крусейдах, она, когда один на один молишься с ними, в домашней группе, когда, ну, просто твой наставник тебя наставляет, говорит, верь, верь, что ранами Христа ты исцелен, он помогает тебе верить, он помогает тебе уповать на Бога, если ты исцеляешься, через наставление, через наставничество, ты будешь исцелен, твоя юность будет возобновлена, свежие силы придут в твою жизнь, смерть, планы сатаны, они отменятся, разрушатся, и только воля Божия начнет совершаться в твоей жизни, амэн, амэн, я думаю, мы поняли все сегодня, насколько большая сила в наставничестве, может быть, кто-то об этом даже не думал, ну, я в церковь, там, часть церкви, прихожу по воскресеньям, может быть, я верю, что каждый сегодня понимает, и у каждого сегодня появилось желание, я хочу иметь непосредственного духовного наставника, это для меня привилегия, это для меня честь, я готов слышать его, даже когда он будет меня корректировать, знаете, такие тоже бывают люди, гордые, когда у них вроде как есть наставник, они говорят, вот мой наставник, до тех пор, пока этот наставник их вдохновляет, но когда наставник говорит, эй, ты сейчас не на правильном пути, ты на опасном пути, тебе надо остановить, перестать делать это, это, покайся в этом, все, ты больше для меня не наставник, и потом они, потом погибель приходит в жизнь таких людей, да не будем мы такими, амэн, будем хотеть и желать иметь наставников, и будем позволять им говорить в нашу жизнь, это принесет нам огромное просветание, благословение, прорыв, мы укрепимся в вере, наш характер изменится, мы станем более дисциплинированы, более посвященными, мы станем, мы войдем быстрее в свое призвание, в свое служение, на нас сойдет сила Духа Святого, когда апостол Павел пишет галатам, говорит, несмысленные галаты, почему у вас такая сила была Духа Святого, такие чудеса, а теперь вы превратились в каких-то религиозников, которые исполняют просто обряды, и он потом дальше говорит, разве вы получили силу не через наставление вере, и потом он там несколько раз повторяет, что именно через наставление в вере вы приняли то, что вы имели, те чудеса, он говорит, у вас тысячи наставников, это классно, там была огромная церковь, там было тысячи наставников, он говорит, но нету отцов, или можно даже так сказать, что были наставники, у которых не было отцовского сердца, потому что у каждого наставника должно быть отцовское сердце, просто, как я уже говорил, наставничество, это не просто ты учишь там чему-то, там умничаешь, там мудрствование, это когда ты любишь, когда ты в свое сердце вмещаешь людей и носишь их в своем сердце, ты молишься за них, ты переживаешь за них, ты впрягаешься за них, ты готов отдать свою жизнь за них, амэн, амэн, наш рост церкви, он обусловлен, чтобы наставничество работало в нашей церкви, у меня есть наставник, и даже не один, это нормально, когда есть один, больше, чем один наставник, когда есть там два, три человека, которые, с которыми у тебя какой-то может быть совет, завет, ты позволяешь им говорить в твою жизнь, и все, что, ну, они будут говорить, ты принимаешь это, ты смиряешься перед этим, потому что, когда ты смиряешься перед наставником, ты этим смиряешься перед Богом, амэн, как хорошо и приятно быть братьям вместе, говорит Давид, это словно как елей, который течет по бороде арона, когда священников помазывали, когда на арона вылили масло, оно текло по арону, и потом арон брал тоже масло и помазывал священников, и только те священники, которые были ароном, через арона помазаны, они имели как бы благоволение Бога, они в глазах Бога обретали статус священничества, Бог начинал говорить и только с ними, и взаимодействовать только с ними, которые были через арона, потому что это прообраз такой, что по бороде арона с головы течет, и потом он, ну, арон был первосвященник, ну, вот такой, и потом, кого он помазал, это как бы через наставничество передается помазание, Бог начинает с тобой работать, взгляд и взор Бога начинают обращаться на тебя, когда у тебя есть человек, через которого приходит наставление в твою жизнь, Бог говорит и действует через людей, не думай так, что вот у меня прямая связь, прямая линия с Богом, мне этого достаточно, нет, недостаточно, Бог хочет работать с тобой через того, кто рядом с тобой, кого он послал быть рядом с тобой, да, у каждого из нас есть прямая связь с Богом, но именно работа, работа с нашей жизнью происходит через наставничество в церкви, амэн, я просто кидаю тебе вызов, чтобы ты начал искать и молиться, подходить ко мне, пастору Сергею, говорить, я хочу иметь наставника, я обязательно хочу иметь наставника, и второй момент, чтобы ты начал молиться и мечтать о том, что ты станешь наставником для других, чтобы ты брал ответственность за других людей, и чтобы ты научился нести других людей, поднимать их в вере, амэн, амэн, давайте встанем для молитвы, отец небесный, я хочу молиться вместе с церковью сейчас, за то, чтобы ты дал благодать поднять ученичество, наставничество в нашей церкви, через домашние группы, Господь, я молюсь о том, чтобы в нашей церкви каждый человек был частью домашней группы, чтобы мы были, чтобы мы были, чтобы мы были живой церковью, чтобы мы не были воскресными христианами, но чтобы на неделе происходило общение, перемены, чудеса, освобождение через наставление, наставление в вере, мы благословляем домашние группы в нашей церкви, пусть они будут сильными ячейками, пусть они будут мощными, пусть там люди меняются, отец, благослови, пусть наши домашние группы умножаются, пусть через домашние группы новые люди приобретаются для спасения, благослови всех лидеров, наставников, благослови всех сейчас стажеров на лидерство в нашей церкви, чтобы они стали мощными, сильными наставниками, служителями в церкви. И когда новые люди рождаются свыше, через наше служение, через наши проекты, через евангелизацию, чтобы мы были способны, как младенцев, взять на руки этих людей, на руки молитвы, на руки наставления, и пройти с ними путь, и послужить, чтобы они окрепли, чтобы они стали сильными и способными потом действовать, служить и наставлять других. Отец, дай благодати для нашей церкви. Я прошу, вложив в каждого сейчас желание и жажду, иметь наставника, смириться перед наставником и быть наставником для других людей, брать ответственность за других. Отец, помоги нам поднять это в нашей церкви и в других церквах. Пусть это работает, чтобы мы делали учеников Христа. Мы хотим этого, Отец. Аллилуйя. Господь, я прошу за тех людей в нашей церкви, которые недавно познали Христа, которые только на начале пути. Я прошу, не дай этим людям потеряться. Дай нам мудрости и способности быть правильными, верными наставниками, как ты был для учеников своих, чтобы мы реально вмещали в свое сердце людей, чтобы мы не относились пренебрежительно, чтобы мы не отправляли на произвол судьбы людей, но чтобы мы несли людей. Отец, помоги нам в этом. Пусть через это будет рост, умножение. Дай нам через наставление, наставничество увидеть много людей, спасенных и утвержденных в церкви. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. 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 Открой свое сердце для Иисуса сейчас. Позволь Ему послужить. Иисус, когда приходит, мы Его славим, конечно. Ему это очень нравится. Но Он, когда приходит, Он также хочет послужить. Он хочет прикоснуться к твоему сердцу, к твоей душе. Он хочет исцелить тебя. Он хочет обнять тебя сейчас своей любовью. Он хочет исцелить твой разум. Он хочет освободить тебя от всяких неправильных мыслей, которые приносят поражение в твою жизнь. Иисус говорит, смотри на Меня. Я люблю тебя. Я имею добрый план на твою жизнь. Иисус говорит, Я хочу взять тебя за руку и повезти. Иисус говорит, Я приведу человека в твою жизнь, через которого Я буду действовать в твоей жизни. Я приведу человека в твою жизнь, через которого Я буду благословлять тебя, через которого Я буду поднимать тебя. Не пытайся быть независимым Именно желание быть независимым Это гордость Это скинуло Люцифера Сатану Он стал сатаной Это сбросило его с небес Желание быть независимым от Бога Нет, мы зависимы от Бога И мы зависимы друг от друга Я нуждаюсь в тебе Ты нуждаешься во мне И когда мы вместе Мы сила Амин Когда мы вместе Мы сможем расти Когда мы вместе Служим друг другу Берем ответственность друг за друга Мы сможем влиять на наш город На поколения На другие города Амин Давайте просто ухватимся за это слово И начнем практиковать Действовать Амин Аллилуйя Субтитры создавал DimaTorzok